В преддверии Нового года в Московский областной центр охраны материнства и детства пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Маленьким пациентам вручили сладкие подарки и пожелали скорейшего выздоровления. Подробнее в нашем сюжете. Не все дети могут посетить многочисленные ёлки округа. Есть мальчишки и девчонки, которые сейчас находятся в больнице. Захару Казбану 6 лет. Он уже знает, что загадать Деду Морозу. Я хочу здоровья, счастья и добрость. Это когда быть другом. Да, у меня есть уже один друг. Подружился с ним, который взял Ленат. Ребята переживают, что главный волшебник зимы их здесь не найдет. Дорогу в детскую больницу Деду Морозу и Снегурочке показал глава округа Владимир Ружицкий. Вместе поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки. Вот всё, что вы задумали, оно обязательно сбудется в Новом году. Вы только мечтаете, настойчиво к этому идите. И я вам пожелаю здоровья, потому что здоровье – это самое главное. Московский областной центр охраны материнства и детства – лучшая детская больница Московской области. Здесь работают высококвалифицированные специалисты. Ирина Данилова приехала с ребёнком из Владимирской области. Очень хороший персонал, очень добрый, отзывчивый. Всё хорошо. Деткам отношение хорошее. Смотрят, показывают. Мы вот сегодня на МРТ записаны. И здесь оказывается абсолютно весь спектр медицинских услуг, которые только есть, по сути, в перечне. Если ребёнок заболел, попал в больницу, то он попал в надёжные руки и с гарантией излечения. К новогодним праздникам в больнице готовятся заранее. Наряжают ёлки, украшают коридоры гирляндами. На дежурство выйдут самые сильные бригады врачей, готовые к любым неординарным случаям. Очень многие пациенты сейчас начнут проситься уходить домой. Кто-то может уйти, кто-то ещё не... И поэтому, конечно, есть трудности убедить пациентов, несмотря на новогодние праздники, остаться и продолжать лечение. В новогоднюю ночь пациенты будут соблюдать больничный режим. Сон – лучшее лекарство. Поэтому ради скорейшего выздоровления «Голубой огонёк» лучше посмотреть в записи утром 1 января. Дмитрий Гринчев, Денис Иугольников, телеканал ЛРТ.